Здравствуйте, уважаемый зритель! В этом ролике пойдет речь о садовом инструменте, который называется триммер, или говоря по-простому, электрокоса. Производитель фирмы Dnipro M, называется торговая марка Foresta. Это не первое изделие данной фирмы, я покупал электропилу, у меня есть отзывы об использовании этой пилы сучкореза с шиной 35-кой. И также есть ролик о фирме Dnipro M, можете посмотреть. Как видно, что данная пила упакована хорошо. Давайте откроем и посмотрим, что там находится внутри. Модель называется FT11DS. Мощность двигателя 1100 Вт, ширина скашивания ножом 25,5 см, а струной 42 см. Номинальный ток 4,7 А. Открываем данное изделие. Что мы видим, что здесь имеется? Рукавички. Это мы заказывали отдельно. Смазка для редукторов с молибденом. Эта смазка, она не идет в комплект. Она идет в качестве подарка, поскольку я пилу покупал по акции. Здесь мы видим, что есть этот барабан для лески. Защитный щиток из пластика выполненный. Ремень. Это у нас, соответственно, идет штанга. Есть и обозначения различные по защите и эксплуатации. Это, видимо, наконечник, да, к которому можно цеплять либо барабан для лески, либо рит и нож подсоединять. Хорошо. Идет инструкция по эксплуатации. Я отдельные фотографии здесь выложу. Например, указывается, как можно собирать. Ручка. Ключик у нас идет, торцевой, плюс отвертка. Ключ-отвертка. Такой комбинированный инструмент. Также у нас идет гарантия. Гарантийный лист, видимо, написано, что с 26 апреля 21 по 26 апреля 23 года действует. То есть два года гарантии. Сама пила стоит по скидке 1989 гривен. Смазка, видать, по акционной цене 3 гривны. И рукавички еще покупал за 36 гривен защитные. Это у нас идет так называемый 3Т-нож, которым можно резать грубую поросль. Написано, что предназначается для стрижки травянистых газонов, дикорастущих сорняков на больших участках. Посмотрим на него. Вот данный ножичек имеем. Тоже видим логотип Фореста на нем. Ну и сама основная часть нашей косилки. Ну, в принципе, в одной руке можно держать без особого труда. Обратите внимание, что и здесь кнопка защиты от случайного нажатия. То есть нажимаем сначала здесь, потом здесь. Как на многих инструментах, что очень хорошо. Здесь мы видим, у нас есть, регулируется зажим этой штанги. И также в комплекте у нас, видим, еще идут запчасти. В откреплении два шестигранных ключа. Также есть и болты под шестигранник. И сейчас мы переходим к сборке данного триммера. В первую очередь будет установлена так называемая Ди-образная рукоятка. Она по форме напоминает английскую букву Ди. Для этого необходимо ключом четверкой шестигранником, который идет в комплекте, открутить эти винты. А потом мы вставим две прорезиновые вкладочки, которые будут фиксировать рукоятку от проворачивания. Место я буду устанавливать вот здесь. Экспериментальным путем подобрал, чтобы мне было удобно держать данный триммер. Поэтому я сначала откручу эти винты, а потом уже, если присмотреться, здесь в углублении есть два таких углубления, в которые вставлю вставочки и закручу данную рукоятку. Теперь наша задача состоит в том, чтобы вот данный обрезной нож подсоединить сюда. Получается, здесь есть три отверстия и на самом щитке, и ножик, и он закручивается тремя шурупами. Этот нож нужен для того, чтобы обрезать лишнюю леску, поскольку на данном триммере полуавтоматическая система замены лески. Дальше нам необходимо вот эту штангу соединить с защитным щитком. Видим, на штанге есть такой хомут, который на заклепке сделан несъемный. А здесь, на щитке, есть отверстия, в которые наставлены квадратные гайки. Это все дело соединяется вот такими вот болтами. Для этого в комплекте предусмотрен шестигранный ключ пятерка. Теперь необходимо эту штангу съемную присоединить к второй части пилы. Здесь мы видим, есть такая кнопка пружинная для фиксации. Здесь все хорошо смазано, смазка. Ну и, соответственно, на этой части штанги, если присмотреться, у нас есть отверстие, в которое должна вставляться эта фиксирующая кнопка. Готово. Ну и, естественно, теперь все это дело надо зажать вот этим пережимным винтом. Последнее. Осталось накрутить вот эту катушку с леской. Здесь есть отверстие для шпинделя. Кстати, здесь есть кнопка, и благодаря которой осуществляется полуавтоматическая замена лески. Когда на максимальных оборотах крутится данная катушка, надо коротко ударить данной кнопкой о землю. Вот так. В результате удара на мгновение пустится механизм, удерживая лески. И поскольку данная катушка будет крутиться на максимальных оборотах, под действием центробежной силы, леска немного выдвинется вперед. А лишнее, что будет выдвинуто, обрежется вот этим обрезным ножом. Чтобы установить леску, если присмотреться, то видно, нам необходимо будет открутить гайку, которая находится на редукторе. Кстати, хотел показать вам эта пробка, которая подходит под шестигранный ключ-пятерку. Сюда заливается молибденовое масло для смазки редуктора. После каждых 50 часов работы, или двух месяцев работы. Давайте сейчас воспользуемся этим Т-ключом. С одной стороны отвертка, с другой два торцевых ключа, чтобы снять вот эту гайку. Откручивать нужно по часовой стрелке. Теперь берем наш барабан с леской и закручиваем против часовой стрелки на вот этот шпиндель. Последний штрих. Берем этот фирменный ремень и цепляем на специальный для этого кронштейн. Таким образом прослабляется крючок. Здесь есть отверстие. Самый один из основных недостатков это то, что ремень, который идет здесь, не рассчитан на длинных людей. Поскольку я выдвинул на максимальную длину, и вы видите, когда стример находится в состоянии равновесия, чтобы наш барабан был параллельно полу, то там сантиметров 20 еще до пола остается. Желательно пониже. То есть либо косить придется под наклоном, либо, скорее всего, не придется, потому что длинных рук хватает для этого. Так же хочу отметить тот факт, что при работе с стримером очень важно использовать беруши. И поскольку стример издает звук, который при длительном воздействии на слух человека негативно влияет на слуховой аппарат. И давайте подведем итоги. В целом данный тример имеет много плюсов. Это его стоимость. Также то, что имеет 2 года гарантии. Производитель в течение гарантийного срока готов за свой счет производить сервисное обслуживание, потому что он рекомендует после каждого сезона сдавать на сервисное обслуживание данный тример. И даже если гарантия закончится, он готов принимать изделия Днепроэм и Фореста для сервисного обслуживания. Это большой плюс. Для меня также было плюсом, что я покупал по акции его. Также хорошо, что идут с ними комплектующие. Даже эта молебденовая смазка, она тоже этой же фирмой. То есть, как бы все подготовлено для того, чтобы человек мог, не задумываясь, эксплуатировать его. Среди явных недостатков я бы отметил, что сам ремень, он относительно короткий для высоких людей, но и не имеет такой фиксации. Поэтому, если вы отрегулируете его для себя, лучше сразу же прошить, чтобы он часом не соскользнул. Также этот тример имеет определенную вибрацию, но, скорее всего, она присуща у всех изделий с центробежным валом. Ну, в целом, умеренная вибрация, но производитель рекомендует работать и в толстых перчатках, чтобы толстая материя в некоторой степени гасила вот этот вибрационный фон. Подойдет ли данный тример для женщин или подростков? Я бы сказал, что не совсем. Все-таки вещь, хотя и не сильно тяжелая, но, я думаю, не сильно удобно будет им пользоваться. Для женщин и подростков есть более легкая модель с изогнутой штангой, но она также имеет и свой недостаток, что на нее нельзя ставить 3Т-нож, который можно ставить на этот тример. Но, с другой стороны, использование 3Т-ножа при скашивании порослей требует от оператора тримера большого внимания и соблюдения техники безопасности, поскольку велика вероятность, что если это все не учитывать, то будет сильная отдача. Надеюсь, данный ролик принес вам пользу. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч на YouTube!